Добрый вечер еще раз. Собственно, второй матч перед нами. Напишите хоть в чат, как там Na'Vi империя играет, чтобы я краем глаза мог посмотреть и узнать, что там вообще творится у нас в гранд-гранд-гранд матче всей СНГ-доты. Ладно, у нас в любом случае на повестке BBC против команды Power Rangers. Первый матч был за Медведями. Там стенды V33 как-то очень быстро и очень нагло разобрался с Power Rangers. Жаль все шмоточки, которые вы на PR вставили. Мне кажется, вторая игра будет примерно такая. Ну, сказать, что PR в плохой форме нельзя, но, в общем-то, игра такая размазневая немного получилась у PR. Толком не собрались, толком вообще по артефактам не вывезли то, что было необходимо. Ну и по чуть-чуть сначала саппорты были бесполезными, а потом уже в итоге и дитяра на Джаггернауте тоже ничего толком не смог сделать. Короче говоря, ответка должна быть серьезной, если PR хоть как-то хотят хоть какие-то поинты из этого Best of 2 вытащить. Бэйна забрали Power Rangers. Бэйн, скорее всего, у нас будет саппорт. Сларка забрали. Сларка в прошлом матче BBC, по-моему, банили. А Войда у нас также забанили PR. А зачем, собственно, нужен был BBC Void? Даже немного странно. Ну, тут уже, наверное, надо просто персонажей W33 побанить, чтобы как-то обезопасить себя. Действительно, уровень очень и очень серьезный у этого румынского парня. Ну, в баню уже ушли Висп, ушел Бестмастер, Дизраптор туда же, туда же уходит Шторм Спирит от Балкан Бирскорлеона. Со стороны Power Rangers в бане уже Снайпер, Тролль Варлорд, Ancient Operation и также в баню уходит Void четвертым персонажем. Ну, ждем 30 секунд. В принципе, нет мидера, нет фармящего героя для BBC. Осталось самое интересное пикнуть балканцам. Там уже сразу все станет понятно. Со стримером связаться в личке хотелось бы. Со стримером связаться в личке можно очень просто. Есть группа ВКонтакте прямо под окном Твича, группа ВК. Клацайте туда, там в администраторах, собственно, и я собственной персоной. Пишите в личку, личка открыта. Задавайте вопросы, общайтесь, если вдруг что интересно. Если вменяемые вопросы будут, вменяемые ответы, там, в общем-то, и пообщаемся. Ну, и не забывайте нажать подписаться. Это, в общем-то, очень и очень полезно. Так, Бладсикер у нас для Балканберс Корлеона. И вот, собственно, игра становится уже интересной. Герой нестандартный для CM-мода. Герой вообще редко пикабельный. Да и в бане у нас понятно, что Бладсикер не улетает. Кому вообще в голову может прийти его взять? Ну, может, как видим, может. На данном этапе... Нет, не сомневайся. Да, это я. Действительно я. Собственно, 30 секунд осталось у нас на баню для Power Rangers. Мидера надо исключать. Какого мидера? Тут вопрос. Снайпер уже у нас в бане. В бане также у нас Шторм. Ну, много еще кого есть. Есть квапа под эту комбинацию, я думаю... Я думаю, я думаю, вот, да. Да, вот это я как раз и думаю, опередили меня. Power Rangers, Ember Spirit'а забанили. Ну, и остается совсем немного времени для балканцев. Ну, тут, собственно, чего не хватает? Не хватает оффлейнера. Я думаю, Клок у нас, скорее всего, сейчас уйдет в баню. Клок или Бристлбэк. Это стандартная ерунда. Шейкер, шейкер в пике уже. Ну, да, скорее всего, Клок, Бристлбэк. Кто-то, да, или Тайтхантер тоже, в общем-то, здесь мог бы зайти, мне кажется, для ПРов. Чтобы как-то вывозить количество дэмэджа. Энигму. Энигму решили забанить. Ну, тоже неплохо. Ну, все, по последнему пику осталось для команд. У Power Rangers по-прежнему нет оффлейнера. Я не думаю, что это Шейкер пойдет у нас оффлейн. Да, теперь точно уверен, что Шейкер у нас оффлейн не пойдет. Скорее всего, это оффлейн. Магнус, Ларк Фармид, СФ в миде для Юфор Икс. Ну и Санейка, разумеется, вместе с Джейфо своих персонажей разберут. Санейка наверняка будет отыгрывать на Бэйне. И Шейкер у нас опять для Джейфо в данном матче. У Балкан Бирскор Леоне. Последний пик. Мидера как не было, так и нет. 10 даже секунд. Темплар Ассасин. Бедный, бедный СФ. Меркель у нас на Темплар Ассасине. И обзор играет на Леоне. Массакере сложную на Бэтрайдере. Венга. Отойдет у нас еще кому-то. И, скорее всего, W33 будет у нас играть на Бладсикере. Джейфо на Шейкере. Дитяра играет на СФ. Юфорикс играет на Сларке. Вот так даже. Санейка будет играть на Бэйне. И Чеширский Кот на Магнусе. Да, вот такие дела. Дитяра то ли в мид у нас пойдет, то ли в легкую фармить. В принципе, Сларку можно против ТА постоять. Правда, надо очень осторожно это делать. Да, в общем-то, и СФ, бедняга. Вот Темпларки, по-моему, терпит нереальность. Так кто там только не терпит от Темпларки. При верной реализации эта подруга, по-моему, разбирает под орех любого мидера. Особенно такого сладкого пошива, как СФ, как Квапа. Те, у кого немного ХП. Ну, толстяки типа Магнуса, в общем-то, и неплохо стоят. Собственно, все, по героям разобрались, по линиям тоже относительно все понятно. Переходим к матчу. Кто-то у нас отвалился. Да, у Би-Би-Си кто-то еще отвалился. Сейчас ждем возвращения. Леви у нас отпал. У Леви... Траблы и траблы. Ладно, это нас особенно не волнует. Леви у нас отпал. Возвращаемся к трансляции. Все, в общем-то, готовы. У всех все хорошо. И все получилось. Массакри отправляется у нас сложную на Бэтрайдере. Неудивительно. Дабл-33, думаю, будет, скорее всего, в легкой фармить. Помогать ему будет и обзор, и Леви на Винге. Хотя тут и ромящая дабла. Очень крутая Леон плюс Венгар, разумеется. Сливать на любом лайне и любого персонажа можно. Бэтрайдер, да, понятное дело. Та тоже понятно куда. В общем-то, по лайнам, я думаю, никто никого ничем не удивит. Дитя Ра. На СФ, я так понимаю, отправится в мид. Скорее всего, Юфор Икс у нас отправляется на Сларки в легкую. И Сан Нейка будет его саппортить. Но, скорее всего, еще, я думаю, Джей Фо сюда должен перетянуться. Хотя не лишним, может быть, будет у Джей Фо с Магнусом постоять на сложной. Как-то просаппортить. У Магнуса дела не должны хорошо идти. Здесь есть, во-первых, В-33, который неплохо харасит. Во-вторых, и обзор, который постоянно будет настреливать. Да и контроля достаточно. Там просто уезжать все время на скьюере. Все время быть без ХП. Это неприятно. А здесь для Джей Фо и насуетить какой-нибудь фраг можно будет. Напомню, что первую игру у нас BBC выиграли. Причем выиграли с явным преимуществом. Собственно, окончание было досрочное. Ввиду явного преимущества противника. BBC там в лице W33 стенд-ина умудрились нереально сильно поиздеваться над командой Power Rangers. В общем-то, без шансов тут даже душой не покривишь. Как бы я не топил за ПР-ов. Хотя, чего вообще топить? Не топлю я за ПР-ов. Ну, так, разве что по совести. Вроде бы недалекий коллектив. Недалекий от меня Беларусь. Короче говоря, все наши ребята. Все за них хочется, хочется все больше им побед. Ну, кстати, по нашим ребятам. В данной группе Hellraisers российский коллектив у нас отыгрывает на первом месте. В групповой стадии европейского дивизиона группы А. Дальше уже там BBC на втором месте. Ну, собственно, табличку будет пауза какая-нибудь покажу. ПР-ы на шестой позиции и пока своих дел не улучшили. Особенно с проигранным первым матчем. Ну что, J4 выходит у нас на мид. J4 выходит на мид. Можно цеплять Миракла. Закончился рефракшн. Можно подумать об этом. В принципе, сбивай рефракшн и убивай Миракля. Но J4 просто отсюда отходит. Тут, видимо, будет стаки делать для СФ. Рановато, конечно, для СФ делать стаки. В принципе, чем еще J4 заниматься? Фиссуру вкачал, ждет своего звездного часа. У Санейка более сложная задача. Санейка у нас здесь все время должен держать в напряжении Массакри. Постоянно харасить. Постоянно не давать жизни у нас оффлейнеру. Ну, собственно, на то он и оффлейнер, чтобы стоять терпеть. Ну, а здесь, кстати, у Чеширского кота дела гораздо лучше обстоят, чем у Бэтрайдера. Чеширский кот, в общем-то, фривольно себя чувствует. Крипам подходит. Где-то даже там что-то подстилил под Денайл. Два. Один по крипам. У Бэтрайдера ноль-ноль. Бэтрайдер пока у нас крипов даже не нюхал. Санейка решил разменяться у нас. С ХП с Массакри. Не лишено смысла. В принципе, понятное дело, что брейнсап есть. Если Массакри решит побыковать, то он, наверное, сразу же на место будет поставлен. Джейфо здесь же. Джейфо с 31... С 31 очком экспирианса стоит. В общем-то, у Джейфо пока ситуация бедовая. Но тут все от файтов будет зависеть и от каких-нибудь вывезенных на ранних левелах день-день денег. Так Джейфо, в общем-то, и не вывез свой даггер вплоть до конца игры. Ничего у него не получилось в прошлом матче. Ни разу нормальный эхо-слэм не дал. Но там был эхо-слэм, когда уже все при смерти были. Когда команда Power Rangers в большей части была в таверне. Не хотелось бы повтора здесь, потому что это просто, честно говоря, ну, жалкое зрелище. Смотреть, как бедняга Шейкер тужится и не может дать элементарный эхо-слэм. Который всего одна, одна единственная кнопка. Даже мышкой не надо кликать, ну, там провальчик был, конечно, у Джейфо полнейший. Ладно, наблюдаем дальше за матчем. Чеширский код по-прежнему. 2-1 у него, пытался что-то здесь подстилить. По-моему, Чеширский код может и огрести. Пассивка есть у Бладсикера. Будет ли гнать у нас Чеширского кота? Нет, не решился. Плюс Чеширский код еще его время отпивается. Выход на Миракля здесь у Джейфо. Ну же, надо давать фиссуру. Дают... Нет, не дают фиссуру. Джейфо меня троллит или троллит тиммейта. В принципе, рефракшн. Толку от фиссуры никакой. Толку никакого, точнее. Надо пытаться. ФБ пока еще не было. 0-0 идут команды. 4 минуты позади. По крипам, по крипам видим, что дела получше у Миракля обстоят, чем у Дитяра. Да, Дитяра вообще не на очень, в принципе, не на очень хорошо стоящем против Темпларки герое играет. СФ поначалу сильно мягкий. Так, у нас зацепили Магнуса. Магнус у нас под Сайленсом гоняет его. W33 и еще первый фраг этому парню отлетает. В прошлой катке он вообще с землей сравнял у нас ПР. Здесь, видимо, тоже ситуация примерно повторяется. Хотя, опять же, Бладсикер это не Мипо. С Бладсикером можно разговаривать. Его один. Его не пять. Опять было уже, по-моему, минуты на пятнадцатой. Мипо Рей плюс Даггер ранний плюс Хекс на двадцать четвертой минуте. Там, конечно, страх и ужас для команды Пауэррэнджерс был. Но Ферст Блад не пропустили и уже хорошо. Здесь Шейкер никуда не уходит. Первого левела стоит у нас Джей Фо. Ждет своего звездного часа. Вот, собственно, и звездный час. Капнул у него второй левел. Какое счастье. Так, фазы, фазы, фазы. Фазы к Темплар Ассасин у нас прилетают. Что у Дитяра? Ну, здесь Пауэртрэд собран. Есть Боттл. Но здесь Боттла пока нет у Меркля. Но зато... Это, собственно... Неужели по Найтворсу у нас... СФ лучше Темпларки? Нет, не лучше. А куда вообще деваются деньги у нас? А здесь тоже, да. Не пронаблюдал. Я за данным моментом у Меркля тоже есть Боттл. Этот Боттл тоже обузится. Ну, Джей Фо хотя бы так занимается полезным делом. Фессура. Ну, и очень здесь много крипов. И чешутся руки у Джей Фо хоть кого-то добить. Ну, какого-то одного добил. Все это, разумеется, на ворды. Куда же еще? Кстати, действительно, на ворды. И сразу же у Джей Фо появляются обсерверы. У чеширского кота тут раздолье. Оставили его одного. Взрослые ушли. Ну, собственно, а где, кстати, W33? W33 в лес отправляется. Надоело ему на лайне стоять. Скучно. Никакого контакта с чеширским котом не имеется. Чеширский кот бегает, убегает. Постоянно напрягает нас за W33. W33, собственно, ушел в лес. А почему и не идти? Пока что для этого у W33 все есть. С руки нормальный дэмэдж за счет Blood Rage, разумеется. Ну, и комфортная ситуация для W33 вполне в лесу. Леон, глядя, выформит какой-нибудь ранний даггер, если еще так минут 5-6 постоит. Ну, здесь Магнус тоже старается не подходить. Они с Джей Фо в своем лесу. Ну, вообще, по будущему. Какая перспектива? У Бэтрайдера 1000 на руках, 10 по золоту. Бэтрайдеру надо вывезти даггер. Чем раньше вывезет Бэтрайдер даггер, тем позже вывезет, я думаю, даггер какой-нибудь Магнус или тот же СФ со Сларком. Бэтрайдеру надо ковыряться, насколько это возможно. Лес плюс просто какие-то мультиспауны или на лайне. Ну, Бэтрайдера без даггера, разумеется, вообще не вариант. Ну, там уже, собственно, посмотрим. По Меке давайте глянем. У СФ от 1500 на руках. Дитяра пока ничего не покупает. Тут, опять же, занимается мультиспаунами. Здесь один, здесь два. Ну, времени просто так тратить на спауны нет смысла. Надо бы, наверное, и на мид вернуться. Хотя здесь уже чеширский код нормально обосновался. W33 фармит в лесу. Никуда не хочет идти, все у него хорошо. У Сларка. Есть хенд оф медас, обычный сапог у нас. Ну и 700 на руках. Ньюфор Икс, в общем-то, по крипам нормально себя чувствует. На втором месте уступает только Дитяра. Кстати, обогнал Мирекля у нас СФ. Но это все лесные крипы, которые забираются всего с двух койлов. Хотя и по Нетворцу, наверное, тоже впереди. Да, у Дитяра за счет спаунов 4 с лишним тысячи. Также 4 с копейками у нас у Сларка. Ну и дальше уже W33 и Мирекл у нас расположились. Поймали у нас Мирекля. Сразу же Ривес Полярити. Пока что демиджа в Мирекля не входит. Но тут до рефракшена еще далеко. Должны заковырять. Отъедается у нас Мирекль. Рефракшен на самый последний момент. Чем сбивать этот рефракшен? Да, рефракшен есть чем сбивать. Еще и J4 тотемом застопил. Нормально отомстили. А то все стоял мозолил глаза у нас. Мирекль, бедный J4 без левела стоял всю игру. Смотрел, когда вообще можно кого-то убить. В это время у нас Euphorix забирает Вингу в соло. 2-1. Команда Power Rangers нашла чем ответить за First Blood. SF где-то бедняга начал проседать. Дитяра в абсолютном одиночестве. Ну, в окружении разве что крипов. Старается Т1 снести, если не придет на подсейв. Команда BBC сносит без вопросов. Дитяра уже практически собраны Юл. W33 выбегает у нас на Дитяра. Ну, даже не стал тратить ману. SF отсюда улетает и нечем, собственно, сбивать ТП. У Чеширского Кота 800 на руках. У Бэтрайдера. Тем временем, 1800 на руках. Массакарик гораздо раньше вынесет свой дакер. Если, опять же, форс-мажоров для команды BBC не случится. У Лэви бомжовая ситуация. У Темплар Ассасин. Рейсбенд появился. Это, наверное, в Аквилу выход или куда-то там еще. Зачем, собственно, Рейсбенд толком непонятно. Ну, мир в любом случае виднее. Здесь совсем немного до даггера. У Леона полторы тысячи. Тут и Леон может себе позволить идти в ранний даггер. Если два даггера будет для команды BBC, то тогда, конечно, разговор с парами будет короткий. Забирать, опять же, есть чем. У Блатсикера тысяча... Не тысяча, просто 600 у W33. Значит, что-то куда-то летит. Летит Юл. Собранный Юл для W33. Пока вы фармили на Юл, мы его собрали. У Дитя Ра, по-моему, тоже, да? Та же ситуация. Прилетает Юл у нас СФу и... Где Блатсикер? Где Курьер? В принципе, все вроде есть или нет? У Бетрайдера 2-100. Кстати, на руках у Блатсикера... Нет, у Блатсикера совсем немного осталось до Войдстоуна. Ну, немного-немного, но впереди СФ. Неудивительно. В принципе, СФ у нас не умирал. По фарму тоже все в порядке. Леса выфармливаются гораздо быстрее, чем это может себе позволить Блатсикер. По левелам давайте глянем ситуацию. Десятый левел Дитя Ра, 9 Сларк. И дальше восьмерки, семерки, шестерки и пятерки. И Джей Фо опять позади всех. Ну, столько стоять на миде до самой старости простоял у нас Шейкер. Денег теперь ни на какой даггер не имеется, разумеется. Ну, и драк особо не было, чтобы Шейкеру насобирать. А по крипам, видите, ничего он не фармит. Произали смог. Видимо, будет выход на топ. Кого здесь загонять? Я обзора или W33, или лучше сразу обоих. Увидим. У Магнуса реверс полярити имеется. Есть скьюр, подъезжать есть на чем. Ну что, шишерский код должен выходить. И обзор будет, скорее всего, разваливаться. Санейка видит здесь W33. Ну же, ну же, ну же. Есть, пошла ульта у нас W33. Ульта, скорее всего, сбивается, но не уходит у нас отсюда. W33 просто Ванну Каренину поиграл. Под паровоз Магнус бросился. Ну, моментально отвечают смертью Джей Фо. Но Джей Фо это не W33. Может, звучит, конечно, похоже, буква и цифра. Но, собственно, номинально это совершенно разные вещи. Потому что за W33 побольше дают и денег, и опыта, и всего на свете. Это фармящий кор-герой команды Балкан Верскарлиона. А Джей Фо самый несчастный. Пятый левел до сих пор. По Нетворцу Джей Фо, ну ничего еще. Умудрился Леви обогнать. Что ж там у Винги вообще? Мне кажется, нет, ничего, собственно, нет. Бутсов Спид есть. Ну и по фарму пока пустота. У Леона появляется Даггер, у Леона появляются Транквил Буцы. На 12-й минуте у Ябзора у Леона, который саппортил, появляется Даггер и Транквил Буцы. Я, честно говоря, не очень понимаю, на что Power Rangers рассчитывается. С таким перефармом для саппортов это действительно печаль. У нас даже Массакарис только не выфармил в лесу, хотя тут сам Бог велел ему фармить. Все, в общем-то, хорошо для фарма. Ну, посмотрим, теперь посмотрим. Теперь по экшену команда Би-Би-Си наверняка должна быть впереди. Появляется Даггер у Сларка, появляется, что более примечательно, Даггер у Магнуса. Ну, сложная и, в общем-то, относительно легкая для Леона. Ладно, нормально еще, нормально Power держится. Фессура в спину W33. Магнус решил поиграться у нас с Ривис Полярити. Забрали Тавор и что? Двигаются дальше. Почему не идти? Все есть, ульты есть. Чуть-чуть надо опыта для J4. Отойдите все вообще, не мешайте ему забрать шестой левел. Ну же, ну же, да подойди к репам, пожалуйста, J4. О, родненький. Подойди к репам, сделай хоть что-то. Мирикль здесь без маны, врывается под него. Юфор Икс, ну, развалили. Через Фессуру, через все на свете, Шейкер, наконец-то, зарабатывает Эхо Слэм. Потому что удивительно, в прошлой игре он просто его не провязал, а здесь 13 минут не может себе насуетить каким-то образом шестой левел. Чеширский кот врывается и сразу же в лассо. Плюс под Сайленсом от Бладсикера. Пока что ничего хорошего для ПР не вижу здесь. Санейка без маны, Санейка проседает. Дитяра не ультил, готовится. Разультился Дитяра, правда убили уже Магнуса. Леви тоже здесь отъезжает, но втроем. Бегут игроки команды BBC против двоих игроков ПР остались. И обзора надо цеплять. На Этмара нет, ничего нет, но здесь уже близко Дитяра. Вчетвером. Рассыпаются BBC, живой остается только Бэтрайтер. 4 в 2, хороший файт. Хотя по золоту странно даже. Очень странно. Вроде бы 4 в 2, а вроде 3 здесь показано, но по итогу ПР не намного и выиграли. Забрали Сларка. За Сларка там нормально денег дали. 7-4 счет по графикам. Power Rangers 5 с лишним по экспириенсу. Так что ж такое? Почему тогда такие крутые артефакты у нас у саппортов? Почему у BBC все хорошо? В принципе, опять же, пока у саппортов хорошие артефакты, у Меркля ничего интересного на 14 минуте нет и пока что не предвидится. В лесу у нас файт Дитяра моментально рассыпался. Нехрен в чужом лесу самостоятельно в полночь ходить. Летает у нас в ветрах J4. Кровища во все стороны. J4, скорее всего, здесь погибает. Да, W33 даже не дает ему Саненса выйти. Ну, там и маны не было. Разве что на тотем. 7-6. По-моему, дела у BBC немножко получше становятся. Просто так отдали Дитяра. Просто так отдали J4. Зачем, кому это было нужно, не понимаю. Ну, я думаю, ПР тоже не спецом это делали. Тут, конечно, такие затупы специально делать это невероятно. Серьезно. Ну, здесь хоть чем-то, хоть кто-то ответил. Сларк забирает у нас свингу и, скорее всего, Массакри тоже отъезжает. Но у Сларка все хорошо. Сларка пока по файтам дела идут превосходно. По всей карте бегает, всех бьет, всех пугает. По крипам тоже относительно на высоких позициях. Да что высоких. На первом месте у нас Сларк. 118 крипов. Графики, ну, 5 там, 3 здесь. Темпларка не проиграла мид. Темпларка просто не имеет возможности выфармливать споты, так как их выфармливает SF. Ну и опять же, опять же, опять же, саппортинга у Темпларки на миде не было. Если бы в соло стояли, рубились лоб в лоб, то, конечно, тут скорее проиграл мид Миракль. А Миракль проиграл мид Детяра, а не Темпларка проиграла мид SF. Так, конечно, SF должен, по-моему, огребать сильнейшим уровнем. С рефракшеном толком делать ничего нельзя. Плюс маленькое количество демэджа у Темплар. Все хорошо на начальных левелах за счет рефракшена. Ну что, под смоком заходят на Роша на BBC. Уже прокликали у нас игроки команды Power Rangers. Врываются у нас в леви. U4X под Сайленсом, под ультом. Надо бы отсюда уйти. Риверс Полярити в одного ябзора. Позорный Риверс Полярити. Скьюер в никуда чеширского кота. Ну, Миракль здесь поспал немножко, просыпается и готов драться. J4, эхо слэм, по-моему, в пустоту. Миракль вроде бы получает, но здесь чеширским котом должны разбирать, хотя J4 рассыпается. Bloodseeker, где у нас? Дитяра гонит у нас W33. Ветра взлетает. Даггер постепенно становится бесполезен. W33 отсюда улетает. Очень-очень жаль. Ну что, 3 в 3 подрались. 3 в 3. На Лохэпо ушел W33. Ну и СФ остался, в общем-то, ни с чем. Дитяра уже 2500 на руках. По итогу этого файта там, в общем-то, я думаю, все относительно ровно. Даже BBC немного больше заработали, потому что перефарм от пейеров чувствуется. Дитяра здесь просто в соло огребает от Леона. Это Даггер. Это Finger of Death. Это 11-й левел у Леона на 17-й минуте. Как играть, хрен его знает как. Ну, 11-й сейчас прокачал. Там у меня первого Finger of Death схватило. Это Коргерой команды Power Rangers. Гроза Мида. СФ от Дитяра. И тут просто влетает Леон. На пальцах все объясняет. И более чем буквально. Надо воспринимать это выражение. С Ларка появляется Ultimate Warp. Все-таки решились BBC зайти на Рошана. Массакаре на хайграунде. В общем-то, в плане какого-то дефа, видимо, решил постоять. Но тут никто даже глазом не повел. ПРы забили абсолютно на Рошана. Или как-то недоконтролили. В любом случае, Рошан отходит для команды BBC. W33 забирает данный Артем... Не Рошан, а Аэгис, конечно же. Ну и Рошан тоже, разумеется, падает в копилку BBC. Аэгис у W33. Пока по смертям, кстати, не очень. У нас жалеют Бладсикера. Решили загонять его по полной. Три смерти для него. Рисует, 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 рисует. И судя по таким рисункам, что-то серьезное нас ждет. Риверс Полярити второго левела имеется. Леви здесь видят. Но его здесь Солон надо разбирать. Я думаю, даже не надо тратить РП. Леви, скорее всего, забирают. На Скьюри уходит у нас Магнус. Магнус отсюда улетает. Ну и в Шадоу Дэнсе у нас Сларк. Сларка поймали. Сларк рассыпается. Куда же ты летишь под ультой W33? Ну, в полете у нас разорвало Сларка. Бедняга прыгнул. И на втором Сальто на куски разлетелся. В пользу команды BBC. Танны Файт. Безусловно, 13-11 общий счет. По золоту ПР начинают проседать. До трех спустилась. По экспириенсу всего тысячу. В пользу Power Rangers. Сейчас, скорее всего, по золоту еще хуже будет ситуация. Потому что BBC пойдут, я думаю, забирать Тавара. В общем-то, для этого имеется. У Templar Assassin нормально под демиджи. 2400 еще на руках у Мирокля. Ничего пока не покупает. Будем наблюдать. Реверс Полярити у нас в Мирокля. И в W33. По-моему, приплыла команда BBC. Разорвала здесь W33. Правда, потерянный Эггис. Но также разорвали у нас Templar. Но здесь W33 точно не вывозит. Еще и между собой разделили. Тавару достался у нас фраг. Ну, всем по чуть-чуть. В принципе, все дамажили. Нормально. Один ульт, второй ульт. Можно драться. Но тут немного перебыковали. Балкан Берскорлеоны. В общем-то, это было видно. За это и поплатились. Леви бедняжка не может на урну насобирать. 21 минуту практически сыграли. Урны у Винги нет. Ну, хоть тапок есть. И то уже приятно. Не обзор под смоком. Массакари тоже под смоком. Все, в принципе, имеется. Будут, скорее всего, здесь забирать Сларка. Получится ли? Ну, можно врываться. Есть Даггер. Есть Хекс. Все это можно очень быстро провернуть. Ну, в итоге Firefly в никуда. Просто отправил у нас в Массакари. Т2 стоит. Т2 на миде стоит. И внизу Т2 тоже у нас сильно битый. Но стоит со стороны команды Балкан Берскорлеона. По товарам, кстати, ПРы 3-1 ведут. Нет, даже не 3-1. Я почему-то подумал, что снесли у нас Тавар. Нет, все стоят Тавара 3-0. Пока играют ПРы. А по золоту, собственно, вот он задел по Таварам. По Экспиренсу тоже за пятерку. Поймали у нас J4. Что он здесь сделал, мне почему-то непонятно. ТП уже покупает. Понимает, что никуда он отсюда не уйдет. Как будто так много денег у нас у Шейкера. Зачем стоять здесь абсолютно в соло, не понимаю. У Млад Сикера появляется Угр Клаб. Тут готовится выход в Сэнджин Яша. У Темпларки. Куда вообще деньги идут? Покупают Симметрил Хаммер. Но, скорее всего, в БКБ, я думаю. Хотя можно было бы уже что-то купить. Ну, Темплар у нас, возможно, на байбэк копит. Глянем. То ли это будет... Скорее всего, будет Блэкинг Бар. Потому что очень опасная острота. Здесь Ривис Полярити. Здесь ССФ нормально наваливает. Да о чем вообще говорить? Здесь Бейнс, Брейнсапа, наверное, треть ХП точно Мерклю сносит. Да, всего 1200 максимум. Нет, появляется Дезолятор. Мерклю решил подраться. Вот это уже интересно. К чертовой матери безопасность. Тут 200 повстречено у нас от Меркля. Все серьезно. Хорошо. За этим, я думаю, приятнее будет наблюдать. Ну, пока у Меркля еще что-нибудь бы на какой-то быстрый мув по типу Даггера. Ну, Югул, конечно, бессмысленно. С Темпларки собирать. Да, Даггер более чем необходим для каких-то вменяемых врывов. Ну что, здесь выходят на Т1. Бладсикер забирает у нас Т1. Ну, будут стараться развалить у нас Дитя Рад. Да что-то стараться вообще просто рассыпается ССФ. Поймали Массакари через ульту Бейна вовремя. А что вообще за стан? Чей это был стан? Я так и не понял. Видимо, я обзор сделал его. Массакари отсюда не отпускают. Очень быстро разобрали. Чеширский Кот Дабл Килл и Киллинг Сприз 3. Ну, вот вам и Леон, который не помогал у нас. Темплар Ассасин на миде зато прекрасно себя чувствует. Форстаф, Блинк Даггер. Плюс это все после Транквил. У Леона все расчудесно. По золоту топ... Топ 7. Ну, ему достаточно. Для саппорта, по-моему, очень круто нафармил у нас и обзор. В принципе, понимаете, насколько опережает Леви. Насколько опережает Джей Фоу. У Джей Фоу до сих пор ничего вменяемого так и нет. У Сларка тем временем появляется Скади. Все после Даггера. В общем-то, неплохо. У ССФа есть Даггер, есть Еул. И также Ultimate Warp у нас для Детяра. Но 3 раза умирать многовато, конечно, для ССФа. Хотя и Темплар тоже 3 раза у нас погибала. Правда, у ССФа киллов побольше. По графикам. 5 ПР. По экспириенсу 5 ПР. Леон, конечно, не затащит. Не Леона вообще это. Не Леонов ей это дело тащить. Но то, что Леон будет более чем полезен на ближайшие минут 10-15, это 100%. Максимальный экшен по карте Леон организует, и это 100%. И то, что под диктовку команды BBC, опять же, при удачной реализации будут проходить файты, я в этом не сомневаюсь. Ну, в Ябзоре точно не сомневаюсь. Ябзор у нас, по-моему, в Соло. Недавно у нас Moscow 5 загнал. Или нет, кого же загнал он? А Хейеров у нас Ябзор загнал в Соло на Сайленсере. Там на миде пришел помогать своему тиммейту. На миде настилил кучу фрагов, а потом не знали вообще, что с ним делать. Хейеры развалились очень быстро в первом файте. Ну, короче говоря, жуть полнейшая была для команды Hellraisers. Короче говоря, у Ябзора все с руками в порядке и предостаточно. Ну, это можно понять и по его запаку. Леон, который на 25-й минуте бегает с таким количеством артефактов, по-моему, более чем хорошо. Ну, и, собственно, чего бы не фармить было Леону. Ну, W33 ушел в лес, Лайн освободился, не Винге же выфармливая свои артефакты. Винге умирать, свапать, умирать, умирать, свапать, свапать, умирать. Там, в общем-то, давным-давно прописанная тактика ведения боя. Теперь уже после Дезолятора появляется у нас Митрилхаммер на Блэйкинг Бар для Миракля. Будут ли здесь забирать у нас Сларка? Можно, в принципе, почему бы и нет. Поймали у нас Бэйна, Бэйн моментально рассыпается. Очень поздный, но очень, конечно, крутой реверсполярити от Ширского Кота по четверым или даже по пятерым. Но слишком поздно. Мертвый Сларк, мертвый Бэйн. Нахрена нужен был реверсполярити? Непонятно. Ну, это понял им Магнус. Там даже Скюр не дали проязать. Быстро беднягу разобрали. Три в ноль подрались с BBC. И по золоту вот, пожалуйста, 3700 переворот в сторону BBC. Ну и по экспириенсу примерно та же история. Сейчас еще и Таура начнут падать, а они начнут. С Темплара Ассасин, у которой есть Дезолятор, падать. Ну и уже готов БКБ. Совсем немного у нас для Мирокля осталось. Чем теперь его будут контрить, у меня вопрос. С руки СФ... нет. С руки СФ у нас не бьет. У СФа вроде бы 200 с руки, но маловато. Дэмэджа никакого, никаких крутых фишек в плане критов или еще какой-нибудь ерунды. Или понижения дефа, например, как Дезолятор, нет. Чем будут Темпларку разбирать? Пускай это будет в ульте Бэйна под Блэкинг Баром. Пускай будет чем его контролить. Но бёрст дэмэджа с руки, понятное дело, ни у кого нет. А вот у BBC дэмэдж имеется. И начало команды Power Rangers постепенно в никуда у нас уходит. Пока плохо себя, очень плохо чувствует. Реверс Полярити нет. Вот сейчас был бы нужен. А его нет просто-напросто. Дитя Рауна сразу ультился. Ябзора поймали. Скорее всего успеют доковырять? Не успевают доковырять. У нас ябзора, хотя в принципе раскастоваться он смог. Забрали ябзора. Миракль просто разваливает двух саппортов моментально. U4X здесь еще пытается барахтаться. Пока ничего хорошего. СФ летает в ветрах. Здесь Леви через урну, через бочку. Быстро-быстро-быстро разобрались. Где у нас Чеширский Кот? Чеширский Кот у нас только вышел из таверны. Прогулочным шагом шел файт. До файта не добрался. Еще 3. Даже больше. 3.100 для команды BBC. Графики, пожалуйста, переваливают за отметку в ноль. И направляются в сторону команды Балкан Бирскорлеоны. По экспириенсу BBC тоже опережают своих оппонентов. По-моему, все более чем прекрасно для BBC складывается. Артефакты необходимые имеются. У Power Rangers пока ничего особенного по артефактам нет. У Пээра есть линка. На кой хрена нужна была, толком не понимаю. Наверное, от Лассо как-то избавляться. Или от Хиксов. Но здесь много слишком всего, чтобы можно было сбивать линку. И у Винги, и у Леона. Да и у Бэтрайдера. Тут элементарный Форстаф сбивает линку. Ворвался в СФ-а Форстаф. На голову Лассо утащил к своим просто ножками, крылышками. Чем там в Массакаре это делает. Это вообще его личное дело. Еще один Юл. Тим Юл. Или вообще какая-то Юл-игра. Есть Юл у СФ-а. По-моему, нету Сларка. Не имеется. Не имеется. Два Юла в команде BBC. И один Юл у нас у Пауэррэнджерс. Но мы видели, как контролится у нас очень просто. Дитяра на Глиф затащили. Там ветра подняли. Все, он в файте не участвует. Ну и падает еще один Тауэр внизу. Теперь, в общем-то, у Тэмплар все хорошо. Все открыто для походов крутейший дэмэдж. Остается совсем немного. Там порядка 500 по золоту до Дайдалуса. Что дальше Дитяра делать? Ну вот, собственно, рефракшн работает. Дали Фессуру. Дали Койл. Тауэр еще налупливает. Миракль идет фуловый. Потому что рефракшн просто-напросто не сбивается. Чем сбивать? Точечным каким-то дэмэджем. Какими-то спылами. Или еще чем-то. Пока Сларк наковыряет у нас Тэмплар Ассасин. Пока СФ с руки еле-еле в развалочку навалит. Ну, жесть полная. По дэмпауэрам у СФ все хорошо с дэмэджем. Но опять же, этот дэмэдж вертела Тэмпларка на Иуле. Все у нее, в общем-то, нормально. Под Дэфу рефракшн тут не сбивается. И Магнус, опять же, все вкастует. Вкастует реверс полярити. Тэмплар фуловая стоит. Спасибо, что всех собрали. Спасибо, давайте драться. В-33 обзавелся Блэкинг Баром фуловым. Сэнджин Яша есть и Улл есть. Вот, собственно, все. Мерклю перелетает до Идалус. Забери же Аквиллу. Аквиллы на дороге у нас не валяются. Так, ну что, у нас поймали Джей Фо. Хотел на Глиф его засунуть в Массакаре. Не получилось, Джей Фо сам себя закрыл фиссурой. Стоит, бедняга, мрет. Кому это надо было, зачем, непонятно. Юфор Икс. Врывается у нас W-33. Может быть, есть смысл забрать его. Хотя, сейчас проходит ульт и очень сильно. Тысяча крит у нас от Мирекля. Моментально разваливается у нас Сларк. Просто в щепке разлетелся. Влетает Дитя Ра. Реверс полярити. Классный ульт от Дитя Ра. Вообще, классная даблайз ультов. Мирекль под Блэк Кинг Баром. Еще один удар в спину. Еще один крит. Третий крит. Короче говоря, ГГВП. По-моему, БРПРы доигрались. Ультра килл для Мирекля. Ну, полная доминация. Давай, делай рэмпадж. Еще одна критуля. И посмотрим в хайлайтах. Еще один крит. В спину прошел там, но через крипа. Короче говоря, вот, собственно, то, о чем шла речь. Темплар Ассасин абсолютно спокойно, абсолютно фривольно чувствует себя в любом файте. Если сбивают рефракшн, включается Блэк Кинг Бар. Если Блэк Кинг Бар заканчивается, откодешился рефракшн. Как против нее драться, хрен вообще ее знает. Ну, здесь разобрали Мирекля через ульту. Уже все, что было, влили. Заковыряли. Ну, W33, скорее всего, отсюда уходит. Ну же, ну же! Да, Сларк, ну откуда было ему знать? Понятное дело, что за деревом стоит. W33 тужится вкастовать ТП на лоу ХП. Могли забрать, не забрали. 22-25 по золоту. 7500 Би-Би-Си по экспириенсу. Менее 7500 тоже в счет команды Балкан Бирскорлеона. Ну, Темплар Ассасин уже после смерти. 2000 на руках. Совсем недавно прилетел Дейдалус, но там ультра килл, разумеется, все хорошо. Темплар на первом месте. 22 тысячи по золоту, по... На втором месте по золоту Дитяра у нас. Ну, Дитяра ничего на дэмэдж нет. Просто-напросто. Эмпауэр есть, а на дэмэдж нихренашеньки. Под эмпауэром вроде и нормально бьет, с руки может развалять. Плюс ульта там, вроде бы все неплохо. Так, у нас Леви здесь будут цеплять. Не самый хороший муф от Санейка. Санейка, скорее всего, огребает. Сюда приходит Сларк, но никто уже со Сларком разговаривать не будет. А нет, у нас не умер, не умер Бейн. Вот, собственно, какой умничка Дитяра. Линку повесил у нас на Бейна. Бейн остался жив. Правда, Линку эту никто-то не сбил толком. Ну, просто как помощь. На тебе голубой шарик, иди хилься. 22-25, 34 минуты позади. Чем контрить Миракля, в общем-то, не ясно. Да, можно удачно. Ну, наверное, надо контрить всю команду Би-Би-Си, потом в Соло стараться разобрать Миракля. Этот парень, конечно, может двух-трех с собой в могилу унести. Если драться придется в Соло против пятерых. Но в любом случае, это хоть какие-то шансы. Надо просто удачно реализовать ульты. Мы видели, как рассыпался быстро у нас W-33 под Риверс Полярити и Реквием Оф Сол от Дитяра. Ну, так всех, собственно, собрать, ультануть. И, может быть, под Эхо Слэм, под всю эту движуху можно подраться. Есть даггер у Шейкера. А значит, есть еще какая-то надежда на ПРов. Хотя пока Миракля очень классно выглядит так. Забрали у нас, скорее всего, W-33. Поднимает сам себя Ветра на лоу ХП он. Дэмэдж нормальный вливается у нас от СФа. Ну, расходятся. Летает в ветрах у нас Массакари. Массакари надо ловить. Под Сайленсом у нас J-4. J-4, скорее всего, успевает Эхо Слэм дать по двоим. Туда же еще и Виверс Полярити. Ульта у нас пошла от Дитяра. Выкупается Бэтрайдер. Пока что минус 4, минус 5. Бэтрайдер возвращается в игру. Но это безперспективняк у нас для Бэтрайдера. Вот о чем я говорил. Удачная реализация ультов. ЦПР сработала. И Миракль там, собственно, что-то заявил рефракшеном. Но Блэк Кинг Барр даже не успел включить. Сразу же Риверс Полярити на голову. Но здесь не надо уходить отсюда. Надо сносить сторону. И попытаться как-то еще наковырять на лайнах товара. Выкупается Тамблор Ассасин. Выкупается W33. Но Бэтрайдер уже выкупался. Надо отходить. В общем-то, все. ПР свое дело сделали. По золоту вернули все к нолю. С 7500 до ноля. Ну и по экспириенсу даже чуть-чуть. Вышли вперед. Крутые у нас качели здесь. Очень крутые. Дитя рана. Рошана 4500 на руках. Массакри уже летает. Ветрах уже все прекрасно видит. СФ получает Сайленс. Бежать отсюда бегом, разумеется, к живой. Живой у нас Миракль. Живой у нас W33. Все готовы драться. Все хотят отмщения. Третий Рошан. У Рошана Сыр, у Рошана Эггис. Как ни странно. У Леона ничего нового не появилось. Ну, в общем-то, все. Леон свое вывезли. Он теперь дает фармить. У нас Темплар Ассасин. Мы прекрасно видим. А что такое с Миракль? Миракль у нас по Нетворсу начинает проигрывать детяра. Это уже очень хорошо для ПРов. Уже какой-то диагноз у BBC вырисовывается. Ну, Миракль под Мелдом, под Дезолятором даже не успел переключиться на Рошана. Поймали Массакри. Массакри рассыпался. Под ультой Бэйна можно, в принципе, драться. Все хорошо. Под ультой Бэйна у нас и Миракль может развалиться. Главное, чтобы никто в спину не дышал и не мешал своими вонючими Сайленсами и прочей-прочей ерундистика. Врываются у нас в Миракля. Сларк нормально заеводил у нас под коп. Ну, команда Power Rangers готова подраться. Дитя раз здесь. Даггер есть, Юл есть. У J4 уже есть Эхо Слэм. Разделили драку на двоих. Отрезали и обзора. Уходит отсюда J4. Бежать лучше ему по-хорошему. Высвапывает у нас W33. Ну, Лэвид знал, на что шел. Хотя W33 остался жив. Ну, нормально. ПРы готовы сражаться. ПРы нормально дерутся. Супер. Все, получается. Риверс Полярити есть. Прыгает у нас Чеширский Кот. Увозит Миракля. Эхо Слэм по Крипам и по Мираклю. Нормально. Забрали Аегис. А теперь будет ли драться команда BBC. Ну, есть Риверс Полярити. Надо драться. Еще Риверс Полярити в одному Миракля. Рефракшн сейчас только включит. Надо валить Миракля. Развалили. Минус 3. Одного Шейкера потеряли. Ничего страшного вообще не вижу. В этом Дитяра у нас врывается на хайграунд. Под Эмпауэром же будь Дитяра. А, тут БКБ. Надо Эмпауэр на Дитяра, потому что маловато дэмэджа от мидера команды Пауэр Рейнджерс. Сларк у нас отправляется на хайграунд, разваливает W33. Ну, W33 натерпелся. После прошлой игры, где он так классно божил, наконец-то появляется Даггер у нас в Темпларке. Потому что уже непонятно вообще было. Такой имбовый артефакт на данном персонаже и не юзается. Ну, видимо решил без Даггера тут по красоте сделать все. Ничего по красоте не получилось. Темплар у нас три раза подряд умирает после таких крутых файтов. Опять же, байбека нет. Делать нечего, надо тратить деньги на полезные артефакты. Что может быть полезнее, чем Даггер для Темплар Ассасин? Собственно, ничего. Два Даггера на Темплар Ассасин не полезнее. Поэтому ответов других не имеется. У Массакари 1300 на руках. Ему БКБ прям аж пищит, как требуется. У Леви медальон есть. Ну, тут, понятное дело, хилить, выживать, свапать, умирать. В общем-то, очень-очень простой набор движений для Венжи Фулл Спирит. У Леона Гео Септер появляется от СФа. Да и от Сларка тоже у Венги. Да, мы видели. У Джей Фо. Став оф Извердри. Я думаю, это форстаф, скорее всего, для Джей Фо. У Сларка имеется Башер. Имеется также Ленка есть. А в Заскаде, ну, все хорошо у Юфор Икса. На третьем месте он находится. У Бэйна. До Блэка Блэк Кинг Бара. Совсем немного остается, вы прекрасно знаете. А, Блэк Кинг Бар, да, точно. Я думал, это Аганим уже перепутал. Да ничего вообще не остается. Все у Санэйка имеется. Аганим дает расчудесную штуку. Все, кто пытаются дамажить тебя во время проюзанного Финсгриппа, все уходят у нас в Найтмэр и стоят, корячатся с пакетом на голове. Ну, у Магнуса тем временем начинает вырисовываться Рефрэшер Орб. У СФа появляется Баттлфью... Баттерфляй. Баттлфьюри у СФа вот бы смеху было. Команда Би-Би-Си готова встречать ПР. И лишь бы ПР назад не сдали. Хочется здесь файтов. Действительно хочется посмотреть на какой-то вменяемый экшен. Ну, здесь сейвятся Нейка как могут, чтобы его сразу не цепляли. Врывается у нас Ларк. Зацепили Миракля под ультой. Бэйна Финсгри в лицо у нас Мираклю. Миракль без Байбека. Миракля нет Байбека, еще дохрена времени и дохрена денег. Собственно, ничего не хватает. Тут в любом случае драка следующая будет без него. И надо этим пользоваться. 32-29. Байбеки в принципе. Не у кого-то и нет Байбека в команде Би-Би-Си. Вряд ли появится. Можем переключиться на Нетворс. Можем на что угодно. На фэнтези очки хотите? Повеселимся. Нет, на Нетворс переключаемся. У Дитяра с руки уже приличный дэмэдж. Тут 400 с руки. Все это под Эмпауэром. Разумеется, все очень круто. У Сларка тоже 300 с руки. Плюс у Сларка есть Башер. Это хорошо. И цеплять пока Сларка нечем. Сбивают Линку. Еще и не свою Линку у нас Сларку сбивают. Своя сейчас восстановится. Все, Сларк в принципе с Линкой. У Шейкера. Надо сносить Таура. Чего ждать? Чего ждать? Когда Меркель придет? Меркель придет. Вообще будет короткий разговор. Я думаю, там по дэмэджу очень сильно сможет при удачном файте валять. Ну что, капюшон на голову у нас W33. Стоит W33. Ульта пошла у нас от Чеширского кота. Стоит без дэмэджа W33. А вот теперь пришел тот, кто действительно будет дамажить. Скорее всего, Бладсикера здесь забирают. Эхо слэм ему по голове. Анстапбл для Дитя Ра. Также у нас очень сильно проседает и обзор. Отсюда уходит Леви. Ну, Леви вообще не жилец. Викет Сик для Дитя Ра. Массакарит. Трипл килл. Трипл килл для Дитя Ра. Бабочка свое дело делает. А теперь Меркель будет нас гнать СФ. А ну, сейвите же вы своего тиммейта. Дитя Ра сыпется. Сыпется очень сильно. Развалили. Хотя в это время рассыпается мид. В четвером команда Пауэрэнджер здесь остается лежать. Ну, понятно, что телепортировалась каким-то образом в таверну. Но сам факт. Разменяли мид на четверых. Уже неплохо. Топ пока стоит. И Нисс тоже стоит. Снесли лайн. Хотя в четвером сыпаться там немножко глуповато. Ну, быковали. Сильно СФ. Быковал сильно Сларк у нас. Прекрасно видите, где эти персонажи умерли. Хрен знает где от линии сражения. Линия сражения, разумеется, вот здесь была. На бараках. Ладно. На золото глянем. Пауэры выигрывают. По экспириенсу выигрывают. Сколько? Не важно. В общем-то, несущественно. Сейчас качели у нас на карте. Одни делают минус пять и начинают выигрывать. Вторые делают минус пять и отыгрывают преимущество. Но тут кровь за кровь. Лайн за лайн и падает низ. Меркаль быстро разбирается с бараками по байбекам. Есть у... Да у всех, в принципе, есть. И у Сларка, есть и у СФ, но не будут пока делать. А вот теперь есть смысл, наверное, сделать байбек, потому что вторая линия упадет. На что там собирает у нас СФ? На рапиру я вообще не понимаю, на что собирает СФ. 4200 есть. Байбек не сделали. Сторону отдали. И голые теперь бараки еще и на миде для команды Power Rangers. По золоту Power Rangers чуть менее десяти. По экспириенсу 5000 они впереди. По золоту на первом месте по-прежнему Дитяра 26000. И 23000 у нас у Templar Assassin. 3600 на руках у Мирогля. Где Курьер? Курьер ничего особенного не носит, кроме как краденого, ну, забранного трофейного гема для команды BBC. У Чеширского кота тем временем. 1700 на руках. Все это после Quarterstaff. Ну, готовится выйти в Oblivion, готовится выйти в Refresher. Дадут ли, не дадут? Тут уже вопрос удачных файтов. 2800 на руках у Сларка. Надо контролить Templar. Но Templarку действительно нужен контроль еще дополнительный, потому что иногда файтер распыляются на одну Templar Assassin, а там в это время массала от Bloodseeker и еще какая-нибудь ерунда. Да и Бэтрайдер тоже нормально демеджа наносит. Плюс демедж, плюс разбрасывает по всей карте за счет Флэмдрейка у нас. Ребят, короче говоря, контроль необходим. Контроля много не бывает. У W33 абсолютная бесполезность начала с последней минут 15-20. 7-7 счет и... Ну да, не так ярко, конечно, как на Mipo. Хотели, видимо, чем-то удивить. Удивили. Удивили. Правда, это удивление теперь немножко с недоумением граничит. Зачем нужен был Bloodseeker, если толку от него практически никакого? Под смоком заходит команда АПР. Близко были они от W33. Не стали на него нападать. Ну и здесь еще минута до Рошана. Можно постоять подождать. Даже меньше минуты. А нижний лайн пушится. Крепы уже скоро пойдут на Т4. Мид, разумеется, дефает команда BBC. Тут не проблема. Ждут Рошана. Немного совсем, ребята. Ждите. Vision. Смотрим. У команды BBC Vision имеется. Видите, прекрасно. Здесь палец у нас дитяра. Спалился еще и J4. Ну, знают. Прекрасно знают, что нет Рошана. И знают, что можно пойти и подраться. В общем-то, все для этого имеется. Плюс масса ульты. Все это, короче говоря, очень хорошо. Ну, ладно. Все. Есть ли Vision у команды? Нет, есть Vision. Увидели у нас Templar'ку, по-моему. Врывается у нас Massacri. Shaker залетает на хайграунд. Massacri сразу развалили. Все будут под Silence, хотя разультился дитяра. Против Miracle сражаются. Reverse Polarity в Miracle. Под финсгриппом разобрали. Levy на лох-эп. Выкупается у нас Miracle. Levy забросили на хайграунд. Тут, в принципе, все в откате. Скорее всего, развалится. Опять же, Санейка там ему не даст скучать долго на хайграунде. На перерез идет у нас Чеширский кот. Но здесь Miracle просто с одного Мэлда развалил у нас Магнуса. Самого жирного героя команды Power Rangers. В щепке разлетелся. Дитяра здесь будет драться против Miracle. Miracle против Санейка. Под ноги. Silence. Санейка разваливается. Выпадает еще один гем. Уходит Дитяра. Три в три подрались. Плюс байбэк от Templar Assassin. Наверное, в пользу команды Power Rangers. Но еще драка не закончилась. Miracle пошел нас гнать Сларка. Под ноги трэп. Сларк еле-еле бежит. Но ульты пока нет. У W33 есть. Если что, EU. Я думаю, на лету поймают. Дитяра байтит на себя. Тут никто на него байтиться не хочет. Хотя вот Сларк забайтился. Но Miracle, почему не драться? Почему бы не драться в Мэлде? Стоит на хайграунде хитрожопый Miracle. Никто туда не идет. Просто от злости развалил крипов. Команда ПР решила попроще поступить. Пошли бить Рошана. Трэп под ноги. Взорвали. Сайленс пошел от Бладсикера. На лоу хп. Рошан на лоу хп. Врывается Miracle. С одного удара убивает Рошана. СФ забирает Сир. И... Нет, СФ забирает у нас Аэгис. А сыр, сыр, сыр. Кто забрал сыр? По-моему, Templar Assassin у нас сыр забрала. Нет, нет, нет. Ну же, ну же. Да, ТА у нас, скорее всего, забрала сыр. Произала, моментально умерла. Короче говоря, не очень удачно. По байбеку. Нет, у Templar'ки 5 минут еще не будет байбека. Надо использовать момент по максимуму. Голые. Во-первых, голые Т4 стоят без барраков. Без мидлейна можно идти и валить. Во-вторых, два лайна стоят. Под пушины... Нет, по крипам нет. Под пушин мид. В принципе, можно идти просто забирать лайны. Т2 никаких нет. Все, в общем-то, база будет гореть. Ну, решила подраться. Команда Power Rangers. Посмотрим. W33 у нас в финсгрипе. Защекотали до смерти. Дитяра. Эхо слэм очень крутой. А Джей Фотра их поймал. Ну, здесь СФ на лохэп. Правда, есть Аэгис у дитяра. Риверс Полярити в W33. Наваливает СФ. Должны забирать у нас В33. Нет, живет. Темплар не будет еще 60 секунд. И, о горе, не будет 60 секунд венги. Понятно, катилась она вообще-то венга. Риверс Полярити, скорее всего, еще один будет. Да, заюзал. У нас Чеширский код уже. Рефрешер Орб. Дитяра стоит. Наваливает по Тауэрран. Поймали В33. В В33 в Риверс Полярити. Наверное, развалит. Летает в ветрах, приземляется, умирает. 39 секунд не будет у нас. Темплар Ассасин и 105 секунд не будет в В33. Надо идти на топ. Ни одного Шейкера нет у команды. Пауэррэнджер, все остальные имеются. Можно драться. Хотя Шейкер, опять же, все вкастовал. Я обзор развалился. И, скорее всего, с Массакрой будут разговаривать. Скьюер еще 2 секунды и будет Скьюер. Ну, понятное дело. Абисал Блейд по голове у нас Бэтрайдеру. Очень быстро разобрались. Разбирают Т3 по топу. Разбирают барраки. В принципе, это гуд гейм. Велл плейд. Поздравляю, Пауэррэнджерс. Пока не писали. Ну, я думаю, Балкан Берскалюна тянуть не будут. А вот, может, и будут. Ну, чем не драка? Покупает у нас Бус оф Тревел Миракль. Пошел разваливать у нас барраки. Тут, в принципе, крип один стоит. Никакого бэкдор протекшена не имеется. Ну же, Миракль, дерись. Ну, а что еще вообще делать, если не драться? Здесь стоят... Линии нет. Стоят Т4 пока здесь. Один Т4 Миракль разобрал. Где Темплар Ассасин? Ну, ничего себе. Размен тронами. Мом купил у нас Темплар Ассасин. Просто идти и просто бить. Просто верить в то, что Дайдалус прокнет. Нахрена тебе эти крипы? Байбэкать все равно не получится. Или Рапиру решил Миракль собрать. Тут до Рапиру очень далеко. Ну, будем смотреть. Пока Би-Би-Си с голыми... Вообще без сторон стоит. Мега-крипы ходят. В принципе, есть чем отбиваться. Тут Миракль должен разбираться у нас против мега-крипов. Хотя тоже это непросто. Кто их будет вставить в один ряд, пока непонятно. Врывается у нас Сларк, Абисал Блейд. Миракля высвапывают. Леви, в принципе, ответит за свою наглость. Разваливается очень быстро у нас Леви. Появляется Бладсикер. Какой-то конвейер постоянный от Би-Би-Си. Кто-то умирает, кто-то возрождается. Короче, реинкарнации полнейшие и постоянные. 15 по золоту. ПР по экспириенсу немного. Всего 6 тысяч. На 52-й минуте этот фу вообще полнейшее. Санейка. Решил подпушить. Вместе с ним Джейфо. Вместе с ним Чеширский кот. Не хотят отдавать тут на крысу. Для Темплар Ассасин не так уж и сложно все развалить. Даггер Мираклю не просто сбивать. Миракля относительно в сейвовой ситуации. Появляется Алтимой Торп. Куда? Наверное, Манта Стайл будет у нас для Миракля. Пятером команда Пауэрэнджерс на вражеском хайграунде будут навязывать драку. Надо навязывать драку. Во-первых, вас больше. Во-вторых, вы сильнее. Поймали Миракля. Финсгрип под ноги. Дальше выталкивают Миракля. Миракля нету, но здесь обалденная ульта. Реверс Полярити сверху. Второй причем... Нет-нет, первый Реверс Полярити. Там охренительный эхо слэма J4. Леви, ну просто уже на закуску. ГГВП. Поздравляем ПР. Один поинт они заработали. Одну секундочку. Сейчас покажу вам, что такое по таблице. Ну здесь один поинт зарабатывают. У нас Пауэрэнджерс. Четыре очка у них становятся. Догоняют Альянс. Ну, больше, в общем-то, ни на что они не способны. На данном этапе. Кроме как догнать Альянс. Ладно. 52 минуты сыграно. 52 минуты насыщенные и яркие. Спасибо всем, что были. Нас немного. Там Нави Эмпайр. Все, в общем-то, понятно. Если бы не Join.MLG Pro League, сам бы там был. В любом случае, подписывайтесь на наш канал. Завтра очень много матчей. Join.MLG Pro League. Ну, прилично будет что посмотреть. Подписывайтесь на канал. Нажимайте фоллоу на Твиче. Заходите в группу. И там подписывайтесь. Тоже будет все круто. На Ютубе воды все. Ладно. Сегодняшние матчи для вас комментировал друг. Это студия игрокам ТВ. Меньше играйте в Доту. Больше читайте книг. Услышимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...